В спортивном комплексе «Села Дружба» прошел чемпионат, а также открытое первенство Карачаево-Черкесии по кикбоксингу. Сильнейших выявляли в четырех разделах. В каждом победители в своих весовых категориях прошли отбор на первенство СКФО. Ахмат Халкевичев продолжит тему. Чемпионат и открытое первенство Карачаево-Черкесии собрали сильнейших спортсменов из четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа. А представители Адыгеи принимают участие в состязаниях в качестве гостей. В числе участников большое количество призеров первенства России, а также члены сборной и резервной сборной страны. Приятно наблюдать, что в Карачаево-Черкесии кикбоксинг на подъеме. И, конечно же, это заслуга тренеров, которые вот здесь проводят большую работу. Все ребята, которые приехали, с удовольствием наблюдают и принимают участие. Хороший призовой фонд, хорошие условия проведения, хороший судейский корпус. Я думаю, лучшего не пожелаешь для ребят. Было бы желание. Одним из первых отбор на первенство Северо-Кавказского федерального округа прошел Денис Желудков, выступавший в категории 32 килограммов. Юный спортсмен провел три боя с отличным результатом, чтобы стать победителем первенства в своей весовой категории. Я надеюсь, что я выиграл на следующих соревнованиях и возьму Россию. Я буду российским чемпионом. Это моя заветная мечта. После России даже проиграю. Я буду идти вперед. Буду давить. Состязание организовано в таких разделах кикбоксинга, как лайт-контакт, фулл-контакт, лоу-кик и Ка-1. В каждом разделе по 18 весовых категории, что в свою очередь свидетельствует о высоком уровне конкуренции. Хорошие бои. Ребята выступают, отдаются. Но все равно с чужими как бы больше большого перерыва труднее выступать. Но я вот смотрю, то есть есть перспективные ребята, которые сейчас мы будем составлять сборную республики, подавать в списки Минспорт. У нас 65 человек. Из них мы уже отберем хороших ребят, которые действительно достойно будут отстаивать честь республики на СКФО. В общей сложности в состязаниях принимает участие 250 спортсменов. На ринг по очереди выходили юноши и девушки. В числе первых золота в копилку прекрасной половины нашей команды принесла Анастасия Шрамко. Есть виды спорта, где можно, допустим, только ногами, либо только руками. Тут есть возможность множества разных ударов, как и ногами, так и руками. И думаю, этот вид спорта как и для девочек, так и для мальчиков очень интересен. По итогам двухдневных состязаний призовые места на турнирной таблице распределились следующим образом. На первом месте бойцы от Карачаева Черкесии, на втором гости из Адыгеи. А замыкают призовую тройку спортсмены из Кабардино-Балкарской республики. Первенство СКФО состоится уже в марте. Состязание принимает Дагестан в городе Избирбаш. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаева Черкесия, Прикубанский район.